Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова. Из получения Святаго Иоанна Златоустова. Многие к молитве присоединяют великое зло, повергая сниц, ударяя челом в землю, проливая горячие слезы, горько из глубины воздыхая, простирая руки и показывая всю ревность, употребляя эту горячность и усердие против собственного спасения. Они молят Бога не о своих грехах и просят не о прощении своих прегрешений, но всю эту ревность возбуждают в себе против врагов, делая то же, как если бы кто, изострив меч, не против неприятеля употребил это оружие, но поразил им собственную шею. Так и они возносят молитвы не об отпущении собственных грехов, а о наказании врагов. Это и значит направлять меч против самих себя. И это придумал Лукавый, чтобы мы губили себя всеми способами, и нерадением, и ревностью. Одни свою невнимательностью к молитве оскорбляют Бога, показывая свою небрежность и неуважение к Нему, а другие, оказывая ревность, оказывают ее также против своего спасения. Такой-то, говорит дьявол, небрежен, этого достаточно для меня, чтобы он не получил ничего, а этот ревностен и внимателен, что же делать? Я не могу уничтожить его ревность и произвести в нем небрежность, устрою же погибель его иначе. Как? Сделаю, чтобы он употребил ревность свою на беззаконие, потому что молиться о вреде врагов – дело беззаконное. Таким образом, он отойдет, не только не получив никакой пользы от своей ревности, но потерпев вред, больше происходящего от небрежности. Таковы козди дьявола. Одних он губит через небрежность, а других через самую ревность, когда она бывает не по заповедям. Впрочем, нужно выслушать и самые слова такой молитвы, дабы видеть, что эти слова свойственны уму детскому и душе незрелой. Я стыжусь, намереваясь высказать их, но необходимо сказать, подражая этому неразумному языку. Какие же это слова? «Отомсти за меня», – говорят врагам моим, «покажи им, что и у меня есть Бог». Не тогда человек узнают они, что у нас есть Бог, когда мы будем негодовать, гневаться и досадовать, но тогда, когда мы будем смиренными, тихими, кроткими и упражняться во всяком любомудрии. Так и Бог сказал. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5.16 «Понимаешь ли, что молиться Богу о вреде врагам, значит оскорблять Бога? Как скажешь оскорблять Бога? Так, как сам Он сказал. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5.44 «И установил этот божественный закон». Итак, когда ты просишь законодателя нарушить собственные его законы, молишь его противоречить самому себе, и того, кто запретил тебе молиться о вреде врагам, умоляясь, чтобы он услышал тебя, молящегося о вреде врагам, то поступая так, ты не молишься и не просишь, но оскорбляешь законодателя и огорчаешь имеющего даровать тебе благо, происходящее от молитвы. «Как же, скажи мне, может быть услышана твоя молитва, когда ты раздражаешь того, кто имеет услышать?» «Поступая так, ты низвергаешь в пропасть собственное спасение и бросаешься в бездну, поражая врага пред лицом царя. Ибо хотя ты не делаешь это руками, но ты поражаешь его словами, чего не осмеливаешься делать даже с подобными себе рабами. Осмелься сделать это перед начальником, тогда хотя бы у тебя были тысячи добрых дел, ты непременно точишь будешь отведен на смерть. Таким образом, перед начальником ты не осмеливаешься обидеть равного себе. А делая это пред Богом, скажи мне, как ты не трепещешь и не страшишься, во время прошения и молитвы так раздражаясь, свирепствуя и показывая большую жестокость, нежели тот, который требовал сто динариев. А что ты наносишь большую обиду, нежели этот, выслушай самое событие?» Некто должен был господину десять тысяч талантов. Не могший отдать, он просил не попустить, чтобы продажу его жены, дома и детей был выплачен долг господину. Видя его плачущим, господин сжалился и простил десять тысяч талантов. Тот, вышедший и нашедший другого слугу, который был должен ему сто динариев, стал душить его и требовать долга с великою жестокостью и бесчеловечием. Услышав об этом, господин ввергнул его в темницу и прощенный прежде долг в десять тысяч талантов опять наложил на него. И таким образом, этот наказан был за свою жестокость к подобному себе рабу. А ты посмотри, сколько бываешь несправедливее и бесчувственнее этого человека, молясь о вреде врагам. Тот не просил господина требовать, но сам требовал сто динариев. А ты молишь самого господа об этом бесстыдном и запрещенном требовании. Тот не в глазах господина, но вне души у подобного себе раба. А ты делаешь это в самое время молитвы, стоя пред царем. Если же он, не прося господина о требовании долга и поступив так по выходе от него, не получил прощения, то ты, побуждая господа к такому запрещенному истязанию и поступая так пред его очами, какому, скажи мне, не подвергнешься наказанию. Но твоя душа воспламеняется и восстает при воспоминании о вражде. Твое сердце возмущается, и вспоминая о нанесшем тебе обиду, ты не можешь утишить волнение мыслей. Противопоставь этой горячности воспоминания о своих грехах и страх будущего наказания. Вспомни, что ты сам много виноват пред Господом и за все это должен дать ему отчет. И этот страх непременно удержит тот гнев, так как он гораздо могущественнее этой страсти. Вспомни во время молитвы о гиении, о наказании и мучении, и враг даже на мысль тебе не может прийти. Сокруши свой ум, смери душу воспоминаниям о своих преступлениях, и гнев не в состоянии будет смущать тебя. Но в том и заключается причина всех зол, что грехи других мы исследуем с великую точностью, а своих пропускаем с великой небрежностью. А надо было бы делать напротив. Собственные грехи всегда иметь в памяти, а о чужих никогда не думать. Если мы будем так поступать, то и Бог будет к нам милостив, и на ближних мы перестанем вечно гневаться, и не будем иметь никакого врага. Если же когда и будем иметь, то немедленно прекратим вражду, и получим скорее прощение в собственных грехах. Подлинно, как тот, кто злопамятствует ближнему, не допускает, чтобы он сам был освобожден от наказания за собственные грехи, так и чистый от гнева, скоро будет чист и от своих грехов. Ибо если мы, злые, раболевствующие гневу, по заповеди Божией прощаем все грехи, сделанные против нас, то гораздо более он, человеколюбивый и благий и чистый, от всякой страсти простит наши прегрешения, чтобы за наше снисхождение к ближнему воздать нам прощением наших собственных грехов, которые досподобимся получить все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.